друзья всем привет после долгого перерыва сегодня у нас выходит новое видео и она называется о сморочковых шапочках сегодня мы открываем первые весенние грибы настоящие а именно шапочки которые произрастают у нас марте начиная с середины а иногда из конца как сейчас зима в этом году была затяжная очень снежная сложно поверить буквально чуть больше недели назад сошел последний снег стоило только сжечь чучело масленицы снег после этого вроде не возвращался сегодня мы приехали посадку именно белолистную тополевую посадку так как зная по нашему опыту что первые шапочки начинают расти именно здесь обратите внимание заметить их достаточно сложно приходится разрывать вот эту вот большую огневую листву и вот мы видим первая шапочка совсем крошечная поднимаем глазки вот вторая шапочка и немножко дальше там еще одна и вот так вот рядышком получается три штуки они выросли семейка она еще совсем крошечная поэтому мы срезать ее не будем видите по сравнению с моими пальцами с нее конечно совсем ничего не возьмешь но конечно одну не придется сорвать и вам показать вот вторая да мы видим ее вот она пробивается она совсем даже не держится еще совсем очень крошечная ножка уже подгнивает так как сейчас влажно идет дождь как вы слышите сморчковая шапочка богемская шапочка от того что действительно она как шапочка она свободно отделяется от своей ножки давайте посмотрим это видите сморчок обычно мы видим если находим ножка там приросшая просто так не снять а на шапочках всегда ножка легко отделяется поэтому названа так сморчковая шапочка маленькая совсем но первая и так так радует наши глаза конец марта 2021 год первые шапочки ну вот как я и говорила рядышком совершенно 25 сантиметрах маленькая малышка еще появилась в одном месте вот пока 3 попробуем еще поискать возможно попадутся шапочки побольше а пока малюток вот этих конечно оставим пусть растут ну и конечно не забывайте что нам бы пригодились грабельки для того чтобы аккуратно аккуратно поднимать листву и находить эти умело прячущиеся шапочки вот так вот грабельками если вы хотите найти грибы нужно нарыть потому что вот одна маленькая вот вторая где-то еще третья была вот так умело она прячется под этой листвой слой очень большой и так что же в итоге что нужно для того чтобы найти сморчковую шапочку первую весенний гриб необходимо знать где она растет а именно это посадки подтопляемые желательно около рек да как мы видим у нас здесь есть река это не обязательно нужно просто вспомнить где вы видели когда-либо подтопляемые посадки в которых растет преимущественно желательно чтобы это был либо тополь либо белолистка это не обязательно есть ольха ольха очень хорошо влияет на их рост вот мы видим даже здесь сережки ольхи далее помимо этих деревьев можно встретить дубы можно встретить бузину и так далее и так далее то есть есть плодовые деревья так как мы на кубани здесь преимущественно в посадках очень часто встречаются ялыча и жердёла то есть абрикоса нашими умными словами есть травка такая как макрица есть что мы тут еще видим помимо конечно первых цветочков цикламенов и так далее много разных есть крапива встречается ну это наверно встречаются такие растения всегда в таких посадках принципе я не буду их называть ароник и так далее и так далее помимо всякой этой прочей травы преимущественно листья мы видим это дуб это белолистка то есть обращаем внимание именно на эти посадки и начиная наверное в каждом регионе по-своему у нас это не раньше середины марта а то и конец марта месяца можно идти отправляться на поиски именно этих первых грибов немного поменяли дислокацию поменяли посадку здесь у нас в основном преимущество берет дуб как мы видим по листьям и на входе в посадку мы обнаруживаем это уже прям хорошая по размеру ее можно принципе вот так вот прям достать потому что она почти не держится у корней своих берется в руки легко достаточно ну и размерчик не это тоже больше нравится молодая сморчковая шапочка и вот здесь мы видим экземпляр достаточно крупный да побольше прям чувствуется ух ты какая ножка вот видите сразу шляпка шапочка соскакивает ножка остается этот экземпляр уже хороший берем также не заметить конечно такую красавицу яркую выглядывающую из листов зеркас цифу алая эльфовая чашечка дождь идет и она наполняется водичкой пускай растет весной марте этот гриб достигать может невероятных размеров с пол ладошки точно находила как вариант для салатов как-то я видела кто-то даже умудрялся их фаршировать еще одна видите какие они яркие прям видно и размерчик уже такой внушает доверия но сегодня конечно сарка с цифр и не наша главная цель поиска дождь разбухает такой вот гриб можем часто его заметить желейный как дрожжалка знаете оранжевая только немножко другой гриб по всему стволу здесь идет это эксидия ребят нам повезло найти два строчка гигантских они конечно еще не гигантские но различие от сморчковой шапочки у них в том давайте я не буду его срезать вот так мы сделаем то что у строчка гигантского всегда вот такой мозгообразная структура ножка не отделяется никак от шляпки она приросшая можно наблюдать это прекрасно смотрите строчок гигантский уже конечно по многим источникам не считается ядовитым и многие всю жизнь как говорят его собирали ели прекрасно но тем не менее гриб требует отваривания долгого только после этого с него вываривается герметрин яд который может нарушить нашу работу нашего кишечника поэтому мы не собираем дабы не рисковать когда есть вариант на собирать сморчковой шапочки просто не берем а знаем прекрасно что и эти грибы попадаются именно тогда когда появляется шапочка извини грибочек муки немножко поломали оставим тебя тут и вот немножко дальше если посмотреть показываю вот так там еще один ну и вот соответственно 2 ножка такая прям ширненькая у него крепенькая вырастет прям размером с кулачок будет хороший грибочек пускай украшает лесок своим присутствием ну а так как шапочки сегодня не очень много на десерт можно собирать вот такие вот грибочки которые называются иудиноушки аурикулярия уховидная которая ведь встречается у нас на палках попавшие бузины погибшей такие вот хорошенькие грибочки съедобные которые можно обдать кипятком залить они еще увеличится в размере видите сегодня сколько их много такую погоду они прекрасно себя чувствуют размокают можно сделать вкусный салат например фунчозу а для украшения добавить саркостифу вполне как бонус на сморочковую охоту очень даже неплохо хорошие грибочки мне нравится так друзья сегодня мы с вами открыли сезон весенних грибов сморочковой шапочки богемской да конечно дождь идет мокро сыро зябка но плюсы от этой поездки конечно же есть от этих вылазок всегда одни плюсы это то что мы не сидели дома смотря всякие глупости в телевизоре и объедались а прогулялись подышали воздухом потянули свои фигуры нашли грибочки поэтому это может означать только то что впереди нас ждет настоящий увлекательный сезон настоящих хороших сборов поэтому на сегодня будем прощаться всем пока и и и и и и и и и